Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы обратимся сейчас к 13 главе книги пророка Иезекииля. 13 глава состоит из двух частей. И первая часть обращена к Израилю в связи с таким феноменом, как лжепророки, а вторая половина главы говорит о лжепророчицах женского рода. И это разные очень вещи, судя по тому, что мы читаем первую и вторую половину главы, и, собственно, объединяет их только, пожалуй, ложь тех и других. Итак, в первой половине главы Господь обращается к Иезекиилю и говорит, «Сын человеческий, из реки пророчества на пророков Израилевых, и скажи, слушайте слово Господне, горе безумным пророкам, которые водятся своим духом, и ничего не видели. В проломы вы не входите, не ограждаетесь стеной дома Израилева». Речь идет о людях, которые, ну, скорее всего, были институциональными храмовыми пророками, связанными, конечно же, и с храмом со священнической аристократией, и с царским двором. Они даже, вероятно, имели дары духовные, по крайней мере, поначалу, поначалу, да, духовные дары, но затем совратились в некоторую ложь. И преступление этих пророков, которых, собственно, и называют лже-пророками, заключается в том, что они говорят не то, что Бог велел, а то, что от них требуют, а то, что от них ждет окружающая обстановка. Вот, говорят, мир, мир будет мир, а мира нету. А они говорят это потому, что от них это ждут, и им за это дают подарки. В сущности, конечно, эти лже-пророки в храме и при царском дворе играли роль телепропаганды сегодняшней, когда произносится не то, что является правдой, и не то, что служит к нравственному просвещению, а то, чего хочет царь. Ну, потому что это выгодно говорить, и больше ни почему. Бог говорит, вот они моим именем пророчествуют. Ну, сейчас уже мало кто пророчествует именем Господнем, обычно это принимает вид экспертной аналитики. Да, ну, пророчествуют таким образом от имени законов логики. Да, автором которых является Господь Бог наш. Так вот, так или иначе, как тогда или как сейчас, Бог говорит, ну, это неправда. Я этого не говорил. Я не посылал их сказать это. И вообще-то будет другое. Вообще-то они должны были бы ограждать стеной дом Израилев, чтобы дом Израилев не пострадал от собственного невежества, безнравственности, от собственных преступлений. Вот как в предыдущих главах Господь говорит, земля лишена будет изобилия за неправды живущих на ней. Вот от этого должны избавлять пророки. А они вместо этого несут какую-то политическую пургу про то, что нравится князю. И это фатально, говорит Господь. Вы же лжете, когда говорите, Господь сказал, а я не говорил. Бог-то знает, что он говорил и что нет. И еще один тоже такой очень образный нюанс, часть этой главы с 8 стиха говорит о том, что вот эти самые лжепророки при ремонте, по-видимому, стены Иерусалима, обмазывали их глиной, то ли в три конца украли на цементе, то ли это было символическое такое действие, что мы тут сейчас обмажем грязью эти самые стены, ну, каменную основу, там груда камней, толстые мощные стены, но чтобы они не разваливались, их там вот, значит, обмазали грязью, и там был же такой поверьевый Иерусалим, что там его слепой и хромой защитят, и к тому же Господь защищает стены Иерусалима. Вот мы тут грязью помажем, и вообще они будут крепче бетона, превратятся в бетонный бункер. Господь говорит, ну и где эта ваша обмазка? Если я, говорит Бог, вам этого не велел. Если Господь не защитит город, то напрасно бдят стражники. Если я вам не велел этого, что, чего стоит это ваше обмазывание стен грязью? Скорее всего, конечно, все-таки это было некоторое тоже такое символическое действие, торжественное, с брецанием литавр, такое торжественное действие, знак того, что Бог укрепит этим стены Иерусалима. Бог говорит, а я здесь при чем? А я здесь при чем? Я этого вам не повелел. И вот поэтому разрушу стену, вот будут потоки дождя и град камней, и обнажу основание, и она развалится, потому что и стащу ярость мою на стене, и обмазывающих ее грязью, и скажу вам, нет стены, и нет обмазывающих ее пророков, которые пророчества Иерусалима возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь. Очень может быть, что дело не только в чисто военном смысле, что там они вам возвещали мир, что теперь в Вавилоне не станут белые пушистые, не будут никого оккупировать, а на самом деле это не так. Нет, может быть, дело даже и не только в этом, а в том, что речь идет о мире с Богом. Может быть, не только о мире военно-политическом с Вавилоном и Египтом, о мире с Богом. Они говорили вам, да-да, Бог вас благословляет, прям смотрит с облаков, умиляется, и по седой бороде течет слезинка. А ничего подобного, говорит Бог. Ничего подобного. А мира нет, потому что Бог в гневе, Бог в ярости, от того, что мы вытворяем. Вот это на самом деле пугающая вещь, пугающая. И хуже всего в этой картине то, что сами люди, они не могут понять, правда или неправда, что Бог о них думает. Есть мир, благословение, шалом со стороны Бога, или нет, потому что они метежный дом, уши их не слышат, и они не могут, не получаются у них обратиться к Богу самим. Вторая половина главы. Вообще про другое. Хотя внешне кажется, что слово похожее. «Сын человеческий обратит лицо твое к дщерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца». Господь обращается к лжепророчицам, и, скорее всего, в самом деле эту форму лжепророчества главным образом практиковали женщины. Тут никакой политики, ничего возвышенного и глобального. Здесь речь идет о простой магии. Православный приворот с гарантией, как пишут сейчас в рекламных газетах. Ну, сейчас, не знаю, то ли я газетки перестал совсем смотреть, то ли впрямь этого стало меньше, но там 20-30 лет назад больше ничего вообще в газетах не было, кроме вот этого вот чародейства и тоже заряжания воды и тому подобной глупости. Да, вот Господь говорит, горе сшивающим чародейные мешочки подмышки и делающим покрывало, чтобы уловлять души. Речь, по-видимому, идет о том, что что-то они такое, какие-то мешочки, подмышки привязывали с колдовскими целями, то ли чтобы мамонт колосился, то ли чтобы, значит, денег было больше или еще что-нибудь. Вот в этом вкусе тут много. Понимаете, на самом деле бытовая магия, направленная всегда на деньги, на здоровье и на успеху противоположного пола. Вот ничего больше, никакого смысла в этом нет. Она примерно одинаковая. И я бы сказал, что самая характерная черта вот этой бытовой магии это ее непроходимая глупость, очевидная, бросающаяся в глаза совершенно всякому непредвзятому зрителю. И всегда она рядится в религиозные одежды. И эти с мешочками и покрывалами, значит, и прочими чародейными вещами, они тоже лжепророчицы, потому что они не просто вышли из тайги со своей магией, а они же изображают из себя тоже, тоже религию. И да, вот у этих всех приворотчиков непременно там должны висеть иконы, они обещают, что у них там, не знаю, святая вода из семи храмов и прочее, прочее. Это никогда не применит эта публика изобразить из себя адептов господствующей религии. В наше время ровно то же самое, абсолютно. Вот. Чушь несусветная совершенно. И делается это, Господь же говорит, за горсть ячменя и за куски хлеба. Вы умерщвляете души, умерщвляете души, которые не должны умереть. Вот вы обещаете им здоровье, благополучие, это самое, любовь и все прочее, и тем самым уничтожаете, убиваете эти души, потому что они не вспоминают о Боге. Вы, говорит Господь, это делаете только ради заработка. В этом нет ничего больше, абсолютно. спутно. И вот Господь говорит, вот я на вашей чародейной мешочке за то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете ручки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего. Вот я избавлю народ мой от рук ваших. Господь обращается к этим лжепророчицам, кроме того, что он говорит, что избавлю народ мой от рук ваших, кроме того, что он говорит о пагубе, которая обречена на этих лжепророчиц, он еще, вот удивительные слова. Вы опечаливаете ложью душу человека как праведника, которого я не хотел опечаливать. Вот такой вот тоже подмена того, что говорит Бог, тем, что тебе выгодно. И это страшная опасность, такая же, как в отношении лжепророков из первой части главы. Не 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 ничего не не ничего , не не . Продолжение следует...